Греф опять продает родину. Что хорошего, что не дорожает. Так, убрались с Ближнего Востока. Повыеживался перед ВОЗ. Ну все, хватит. Нет слов. Геи заполонят весь мир. Вы несуете мне такие новости. Ютуберы наших-то арестовывают. Есть новости, про которые пошутить не удается. Друзья мои, с вами Игорь Рыбаков. Я получил более 3000 ваших комментариев на прошлый выпуск новостей. Поэтому новый выпуск новостей уже на канале, как и договаривались. Поехали. Максимум ограничений в столице будут сняты до начала июля. Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей будут оставаться не один месяц точно, но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, свадеб и так далее. Все это надо шаг за шагом возвращать, сказал Собянин. Нет слов. Масочный режим в Москве сохранится до февраля следующего года. Так, Собянин, мы тебя поддерживаем, давай быстрее все снимаем. Мы и так его не соблюдали, этот масочный режим, все эти перчатки и так далее. Поэтому, ну, собственно говоря, ты сам все видел. Повыеживался передвоз. Ну, все, хватит. Ну, вот что интересно. Все до начала июля. Смотрите, мораторий на проверки Мишустин сказал, что до 30 июня. Значит, Собянин обещает, что все основные ограничения до конца июня будут сняты. Все к чему? Так ведь первого-то июля, сами знаете, что. Так, все будет нормально. Вы уже поняли, да? Главное, чтобы Собянин не пригласил Росгвардию помогать голосовать. Это будет, как тогда в метро. Помните? И тогда вторая волна коронавируса начнется не осенью, а уже летом. А этого бы не хотелось. Хотелось бы на море съездить, отдохнуть как следует. В общем, берегите себя. Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения за новый социализм. О, Николай Платошкин. Никто не знает, кто такой Платошкин. Нужно рассказать о нем немного. Подожди, ну я аж тоже не знаю, ничего. Кто такой? Мы тоже не знаем. Кто же такой Платошкин? Следует отметить, что он много лет проработал в МИДе, а на старости лет решил тряхнуть стариной, завел в ютуб-канал, высказывается оппозиционно к действующей власти, в общем топит за социализм. Ну а в чем эта особенность этих левацких идей, вот этих социалистических? На первый взгляд они все привлекательные, да, но давайте посмотрим вглубь. Итак, за что топит Платошкин, например? Он топит за то, что человек, зарабатывающий, например, 90 тысяч в регионе, где средняя зарплата 30 тысяч, должен платить повышенные налоги. Ввести вместо подоходного налога 13 процентов подоходный налог 18 процентов для всех граждан Российской Федерации, чей доход превышает трехкратную среднюю зарплату в этом регионе. Ну вот вы согласились бы, если вы зарабатывали больше, платить повышенный налог, чтобы раздавать тем, кто мало работает или вообще не работает? Я нет. Что еще я думаю, что, ну во-первых, взгляды вот эти вот левацкие, значит они молодеют. Дело в том, что немыслимо было ранее, чтобы на ютубе обсуждались вот эти вот социалистические взгляды. А сегодня, смотрите, у Платошкина 500 тысяч подписчиков. Это означает, что движение набирает силу. Интересно, значит, если появится очень много молодежи, которые за это топят, то не исключено, что будут бунты. Вот такие же грабежи и такое же насилие, как в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и так далее. Не хотелось бы. В общем, на этом фоне самое главное – получить правильный сигнал. Смотрите, ютуберы, братья мои, наших-то арестовывают, поэтому будьте внимательны со своими высказываниями и так далее. Курьеры популярной компании Delivery Club пожаловались на компанию за постоянные необоснованные штрафы за работу. Вот мы думаем, протест будет где-то тут, а он вот здесь. Бунт курьеров. А здесь вот в этот день я работал, работал, вот, сделал заказы, а мне закрыли смену – 3000 штраф поставили. Да, а в чем суть? Дело в том, что Delivery Club, как Uber, как Яндекс, они определяют круг, в котором работают курьеры. Например, пешие курьеры работают в круге 6 километров, да, автомобильные курьеры работают в круге 10 километров. Пешие курьеры возмутились – как так 6 километров? Представляете, они получают заказ, до которого надо идти пехом 6 километров – это час. И они стали отказываться от этих заказов. А за отказ им Delivery Club начисляет штраф. Они зарабатывают, например, 2100 рублей за день, а штрафы – 1800 за день. Ну, понятно, полная несправедливость. И они взбунтовались. Ну, конечно, Delivery Club ответил, что, ребята, мы уже отменили эти правила, но протестные настроения получили уже подпитку. В прошлом выпуске я сказал, что Delivery Club сделал рекордную выручку. Я похвалил их. И они после этого что взяли? Взяли вот эти свои эксперименты, начали сделать. Все, друзья мои, я вам так скажу. Очень много сейчас курьерских служб новых, где отношение к курьерам более человеческое. Самокаты покупают курьером и так далее. Поэтому, друзья мои, выбирайте другие службы доставки. Знак протеста. Я больше не буду заказывать жрачку в Delivery Club. Вот знак протеста. Я и раньше не заказывал. Ну, и теперь не буду. Стоимость барреля нефти достигла отметки 40 долларов. Ух, смайл, смайл, смайл. Фу, все. Перенос на другие рельсы экономики России откладывается. Ребята, нефть снова дорожает. В этом все будет нормально, все хорошо. Мне не радуют эти вот сообщения о росте стоимости нефти. Что хорошего-то от того, что нефть дорожает? Что хорошего? Восстановление цен на нефть всегда означает следующее, что мозг снова отключается. Нефть падает, да, мы слезаем с нефтяной иглы и начинаем думать, что делать, кроме выкапывания природных ископаемых и поставки им всего мира. Да, такая вот нефтяносная или газоносная колонка. А как только нефть дорожает, газ дорожает, углеводороды подорожали. Что? Все, можно забыть и можно опять продолжить вот это вот выкапывание. Голубая труба в России. Всегда, когда растет цена на нефть или газ, всегда беспокоит меня вот что. О чем я тревожусь, что сейчас на этот рост цен, на эти избыточные нефтегазовые там доходы, да, мы возьмем и очередную какую-то херню построим. Трубы какие-то там, восточный поток, северо-западный проход, еще куда-то там проход. Хватит проходов, хватит потоков. Слушайте, нефть, она будет расти, падать, расти, падать. И что, мы так будем вот на ветру и вот так вот колебаться, что ли? Ну зачем? Давайте на эти растущие доходы, если уж нам бог опять их шлет, возьмем и сделаем что-то такое с собой, чтобы не зависеть от этих мировых колебаний цены на нефть, на доллар и так далее. Потанин потерял полтора миллиарда долларов за день после аварии на ТЭЦ в Норильске. 29 мая на территории произошла разгармотизация резервуара с дизельным топливом. Так, ну что тут сказать? Потанин потерял полтора миллиарда долларов, но так как у него осталось 23 с лишним миллиарда, я как бы за Потанина не очень переживаю. Это раз. Второе. То, что чиновники начали отмахиваться и валить сейчас все друг на друга, вот это неприятно. То, что чрезвычайную ситуацию ввели на третий день, вот это неприятно, я не приемлю такой подход. Губернатор начал рассказывать, что они подожгут сейчас это дизельное топливо, чтобы оно выгорело из этой реки. Я смотрел фотографии этой реки, вы представляете себе, это огромная река, огромные разливы и они, значит, это все сожгут. Росприроднадзор сказал, ни в коем случае нельзя сжигать, надо это топливо достать каким-то образом. Природа пострадала. Операционный директор Норникеля заявил, что проблема вышла из-за того, что опоры просеяли. Опоры просеяли из-за оседания грунта в районе вечной мерзлоты. То есть, виной всему является не халатность людей, не что-то там, да, а вот глобальное потепление. Понятно? Но теперь-то все стало яснее и поэтому можно на эту проблему, в общем-то, закрыть глаза и забить и больше ничего не делать. Логично. Не правда ли? И в связи с этой новостью есть две очень интересные мысли. Мысль первая, которую озвучивают некоторые люди. Они говорят, ну вот, частные компании Норникель, Потанин не могут справиться, значит, с такими вызовами, поэтому надо что сделать? Национализировать их. Такое ощущение, что у нас государство может справиться с такими вызовами, да? Версия вторая. Слушайте, на всех таких больших предприятиях, особенно в моногородах, там всегда творится какая-то очень странная ситуация, все так закрыто, все шито-крыто, рука руку моет, стандарты экологические, технологические безопасности не соблюдается и становится это известно тогда, когда что-то случается. Вот это, я считаю, очень важная проблема. Так, о! Тем временем Сбербанк вывез из России две третьих золотых запасов. Греф опять продает родину. Что происходит? На самом деле, что? Очень просто. У Сбербанка лежало 15 тонн золота. Это очень мало, там, для сравнения, скажем так, золотые запасы, там, ЦБ, там, 1000 тонн, больше, да? Ее лежало 15 тонн у Сбербанка, да, они, например, 10 тонн отправили на экспорт, очень мало. Корреспонденты узнали об этом, что написали две третьих золотых запасов, Сбербанк куда-то там отправил. Новость раздули, сразу люди пришли, Греф родину распродает и так далее. Да, на самом деле, просто банальный кликбейт, поэтому не суйте мне такие новости, пожалуйста. Помощник госсекретаря США попросил России убраться с Ближнего Востока. Понятно так, убрались с Ближнего Востока. И тут же новость, японский политолог призвал отобрать Курилу в России, блядь. Значит, что здесь интересно? Интересно здесь вот что, Россию попросили убраться сразу из двух мест, из Ближнего Востока и с Курил. Вот такая доброжелательность по отношению к России. Не знаю даже, как комментировать. В ответ на это Путин сказал, мы придем в Африку. Шутки в сторону. Так, первое. Значит, есть две теории про Курилы, что ни в коем случае нельзя отдавать, иначе это запустит, значит, такой процесс, что вот мы честные давалки. Поэтому, когда мы все присоединяем, мы все забираем, да, это значит вот честные забиралки, а то будут честные давалки. Окей, поэтому отдавать ни в коем случае нельзя. Это первая теория есть. Вторая теория есть, что надо отдать. Россия все равно не занимается этими островами, там медведи ходят, обустройства никакого нет, и надо вот просто отдать, подписав мирный договор с Японией или что-то там в общем-то. Но есть третья идея, что надо продать. Продать, забрав какие-то деньги, построив на эти деньги мосты, дороги, школы, больницы и т.д. на Дальнем Востоке. Но тут критики этой теории говорят, ну что мы проститутки, что ли, что мы родиной будем торговать, и опять не соглашается с этим. Ну а японский политолог говорит, надо отобрать у России. Неважно, как Россия там думает, отдать, продать, не отдавать и т.д. Надо отобрать. На что мы все в едином порыве, все сторонники всех тех трех теорий, да, скажем так. Слушай, японский политолог, значит, если попробуете у нас что-то отобрать, тогда мы сплотимся. Вот это как раз тот момент, когда Россия всегда сплачивается и всегда становится единой. И мы вам ответим в едином порыве. Поэтому бойтесь в Россию приходить с такими вот заявлениями. С Россией важно договариваться. Потому что в этот момент Россия хоть сама начинает разбираться, что у нее есть. Потому что Россия, на самом деле, не очень-то и знает, что у нее есть на этих островах. Ребята, у нас великая страна и очень много открытий еще предстоит нам. Мы узнаем все о нашей стране, но надо не торопиться. Главное не торопиться и ждать, чтобы следующий кто-то что-то захочет от нашей страны, объяснил, что он хочет и что у нас есть. И тогда мы об этом узнаем и обязательно внесем в свой реестр. Вот, у нас это тоже есть и будем сидеть на этом ровно и ничего не делать. Билл Гейтс сказал, что не собирается чипировать население земли и выделал 100 миллионов долларов на чипирование вакци... вакцинацию. Билл Гейтс реальный хозяин мировой индустрии по выработке, производству, распространению вот этих всех вакцин. Поэтому Билл Гейтс заинтересован, чтобы вакцинация населения земли была повсеместная и даже законодательная. Себестоимость производства этой вакцины копейки. А продают этот флакончик с этой вакциной, которую ввести, за конкретные 30 долларов. Математика понятна? Это просто гигантский бизнес. И если убедить людей по всему миру, знаете, 5 миллиардов людей по 30 долларов, умножайте! Чего за сумма? Нулей не хватает, здесь в экран не входит. Вот и все. Активисты, активисты ЛГБТ групп обратились в следственные комитеты и прокуратуру с требованием проверить ролики, которые, по их мнению, возбуждают. А, возбуждают ненависть и вражду к группе лиц по признаку принадлежности к социальной группе ЛГБТ и унижают достоинство человека. Но сперва мне оказалось, возбуждают, а оказывается, возбуждают ненависть. Понятно, для чего этот ролик был сделан. Типа не проголосуете там за поправки, значит, вот так будет. Все, геи заполонят весь мир. Окей. Давайте посмотрим и с другой стороны. Гетеросексуальная пара может наркоманы, может алкоголики. Отправляют своего ребенка в детский дом. Его спасают гомосексуалисты. Это такие путь героя. Они приходят, забирают, на хорошей машине приезжают и забирают. Друзья мои, но ведь никто не знает до сих пор, а кто заказчик этих роликов. PR-служба Кремля или кто-то. А может это ЛГБТ-сообщество их заказало? В общем, я предлагаю проверить эти ролики на пропаганду гомосексуализма и найти все-таки заказчика. Хипстер с голыми лодыжками. Че ж за херня? Появились эскизы волка из обновленного, ну погоди. Че за херня? Блин, а где сигарета? Почему лодыжки голые, действительно? У меня забрали моего волка с сигаретой, такого разбитного парня, пацана, который мог вообще, говоря, все. Заяц над ним постоянно там плохо шутил, я считаю, а волк постоянно конкретно по-пацански вот делал. Союзмультфильм, который сейчас пытается с этим, ну погоди, там что-то сделать, они, конечно, молодцы. Они ищут вот это обновление и так далее. Да я за. Ну трогать волка своего я не позволю, поэтому я категорически против того, чтобы волк поменял ориентацию. Так глядишь и он в какой-то серии, понимаешь, там Шуры и Муры с другим волком. Не надо. Вторая неделя массовых протестов в США началась с новых столкновений. Бум. Америка занята тем, что производит хаос и экспортирует его во весь мир. После первой недели протестов, мародерства и вот этого уничтожения магазинов и всего того, что американское сообщество создало в Лондоне, Амстердаме, в Париже и в огромном количестве столиц мира начали вспыхивать подобные демонстрации с мародерством, с уничтожением, так сказать, имущества. Один великий человек сказал, что наши права заканчиваются там, где начинаются права других людей. Я глубоко убежден, что нельзя протестуя против чего-либо попирать, нарушать права других людей, убивать других людей, грабить других людей. Это тупик. Мало не покажется, поэтому власти, люди, бизнесмены, деятели, все люди, которые не хотят оказаться в аде, в хаосе, гражданских столкновений, войны и там, вот этого безобразия и так далее, надо держать это в фокусе внимания. Надо предотвратить это своими действиями. Действенное действие, которое мы обязаны предпринять, это следующее, не поощрять такое поведение. В этом смысле я обращу внимание на celebrities, которые в Америке сейчас практически в массовом составе поддержали грабящих людей, то есть они высказываются в таком духе, ну а что делать? Молодежь, адреналин, пар надо выпустить и так далее. Да, права человек. Это подпитывает. Шутки в сторону. Есть новости, про которые пошутить не удается. В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках. Кстати, вот оно. Петербурженка в самоизоляции два месяца встречала курьера в топ-лес. Курьером, что ли, устроиться? В общем, блин, ну у курьеров, конечно, жизнь это целая трава, то есть они постоянно там в разъездах или там ходят на велосипеде на этом, да, и, конечно, когда они прекрасную девушку вот так вот встретят. Слушайте, ребят, будьте осторожны, так можно с ума сойти, да. Поэтому, ну а в целом я одобряю такие штуки, вот эти неожиданные, непредсказуемые какие-то, когда события происходят. Можно взять и отклониться случайно от некого алгоритма, к которому привык, который уже не нравится, а ты по нему ездишь, как трамвай, короче, да, тут бах, встретил девушку топ-лес, ну и произошли новые беспорядочные социальные связи, например, да. Или еще что-то произошло, или у тебя в голове появляется какая-то мысль, которая давно уже не появлялась, и от этой мысли у тебя улыбка появляется, у тебя какие-то новые события, то есть, короче, тебя штырит. И вообще, когда штырит, это и открывает дорогу к чему-то новому. Интересно, а ребята, которые бастуют в Delivery Club, они знают об этой девчонке? Если бы они знали, они не то чтобы 6 километров, они 10 километров пешком пройдут. Ну вот, на сегодня новости закончились, на этом все, ставь лайк, пиши свой комментарий, ставь колокольчик, подпишись на канал, если ты еще не подписан, встретимся скоро.